Здесь у Симона Бажно разворачивает машину И здесь настоящая свалка Победены машины у Муни за таком Исату Майка Конвая здесь же Буквально в заперти оказывается еще несколько пилотов И настоящая пробка Здесь мы видим и Михаил Алешин, и Чарли Хембл Вот Монтое, которому вчера меняли батарею Здесь же как раз Вилл Пауэр И таким образом те, у кого вчера возникли проблемы Под конец или кто еще дозаправлялся То эти гонщики стартовали действительно из хвоста Итак, настоящая пробка и красные флаги сейчас появляются Гонка остановлена, но на этот раз не из-за дождя И как только трассу расчистят, гонка будет возобновлена Вот что здесь было, на самом деле здесь виноват был Лука Филиппи Он поддел на выходе из пятого поворота Симона Пажно И дальше, поскольку старт был совсем недавно Пелетон еще был очень плотным Все произошло буквально под цепной реакцией Как мне кажется, у Пажно машина сильно не повреждена Здесь небольшой был контакт у заднего антикрыла и заднего правого бампера Но нет, мы видим, что затем ему снес переднее крыло Ньюгарден Но если нет повреждений подвески, то он эту гонку сможет продолжить Давайте посмотрим еще раз Контакт Далее совсем небольшой контакт со стеной И здесь Ньюгарден повреждает переднее антикрыло Вот как сам Джозеф это видел Но ему, как я понимаю, уже просто было некуда деваться Да, действительно, ему уже просто не было У него уже просто не осталось никакого пространства для маневра Здесь мы видели сражение Райана Хантера Рея и Тони Канаана Как раз Пажно пытался пройти Канаана В этом месте, где сейчас находились пилоты, есть небольшой подъем И как как раз рассказывал Михаил Алешин Его здесь на телекартинке практически не видно Но фактически он есть И проблема у Ньюгардена Он не только на Питвен сейчас отправляется под красным флагом Но даже за Питвулом его машина находится И начинает ремонт Видимо, повреждена сейчас задняя подвеска Или что-то еще на машине 23-летнего